Этих ребят не интересуют сплетни в соцсетях. Компьютер им необходим для разработки своих инновационных идей. В этом году на научно-практической конференции будет представлено более 50 исследовательских работ и проектов. Более 100 школьников из России, Мазамбика и Белоруссии расскажут об энергетических системах будущего, техносфере, экологии, проблемах и методах защиты нанотехнологии, а также представят инновационные технические проекты. Одна из секций дистанционная, так как не все одаренные школьники смогли приехать в Сочи. Участники у нас не только из России в этом году. К нам присоединилась школа при посольстве Мазамбика, город Мапулу, и также есть участники из Минска. К сожалению, не смогли подсоединиться из Украины. Также города России представлены на очном этапе. Нальчик, Аша, Москва, Питер и Сочинский, конечно же, участники к нам подключаются. Но это лучшие дети, которые уже прошли отбор на всех конференциях до этой конференции. Что касается сочинских гениев, то здесь они представят шесть проектов. Это ученики 1, 8, 44 гимназий, 25 и 28 школ, а также воспитанники эколого-биологического центра и Центра творческого развития. Научно-практическая конференция проходит среди старшеклассников, но в этом году впервые в ней принимает участие второклассник. Ян Дунаев создал интерактивную книгу о насекомых в программном приложении для iPad. «Сначала я их просто исследовала. Бегала за букашками, записывала все. Потом Алина Эдуардовна подсказала мне насчет обучения по интерактивным учебникам, и я сделала интерактивную книгу. Россия не входит в те 50 стран, которые пользуются Apple. Поэтому ее пока что нет в App Store. Мама думает, как ее туда поставить». Исследовательские работы и проекты участников конференции будут оценивать жюри, в составе которого представители профессорско-преподавательского состава вузов пяти городов России. Призеров и победители конференции наградят уже завтра.